Северный город В Устеримске перед судом предстанет обвиняемый в убийстве индивидуального предпринимателя. Сразу два факта кражи денег со счетов горожан зарегистрированы в Устеримской полиции. 170 участков по частную застройку раздала мэрия льготникам и многодетным семьям. Все ли гладко? Пожилая женщина инвалид самостоятельно выбралась из горящей квартиры. Итоги операции подросток, продолжавшиеся полгода, подвели в Устеримске. Приняв закон о повышении пенсионного возраста в стране, правительство столкнулось с задачей трудоустройства значительного количества работников предпенсионного возраста. Министерству труда Российской Федерации было поручено разработать программу поддержки этой категории граждан. Разработано 12 национальных проектов. Один из них направлен на получение дополнительного профессионального образования. Подробности расскажет Алена Феоктистова. В рамках реализации национального проекта «Демография» граждане предпенсионного возраста могут получить дополнительное профессиональное образование или повысить свою квалификацию абсолютно бесплатно. Денис Владимирович Обухов, начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения Министерства труда и занятости Иркутской области, сообщил о его реализации на территории города Устеримска и Устеримского района. В рамках реализации данного национального проекта правительством Иркутской области и Министерством труда были подготовлены ряд документов, в том числе постановления правительства, реализации регионального проекта «Старшее поколение на территории Иркутской области» до 2024 года. То есть на протяжении шести лет, то есть один год он закончился, еще пять лет впереди. На основании этого были заложены средства, федеральные средства, областные средства, государственную программу Иркутской области, в рамках которой сейчас реализуется данное направление на территории Иркутской области. Если говорить о цифрах, то в городе Устеримске в этом году, в 2019 году, было обучено 92 гражданина предпенсионного возраста, в том числе 15 граждан, не занятых трудовой деятельностью. По следующим направлениям это парикматер, мастер маникюра, косметик, оператор ИВМ с изучением программы 1С предприятия, специалист по управлению персоналом, младшая медицинская сестра по уходу за больными, кладовщик, машинист и так далее. То есть ряд направлений, это мы перечислили не все. Направлений на самом деле много, перечень он широкий, на самом деле он открытый, насчитывает порядка 104-105 востребованных на рынке труда вакансии в настоящее время. Поэтому работа в этом направлении, она идет, идет неплохо. Бесплатное обучение граждане предпенсионного возраста могут получить тремя способами. Через образовательный сертификат для всех категорий граждан предпенсионного возраста, самый универсальный способ для всех. По направлению центра занятости населения, для незанятых предпенсионеров и через работодателя, кроме сотрудников государственных или муниципальных учреждений. У нас два механизма для работодателей разработаны в рамках регионального проекта. То есть первый механизм – это предоставление субсидии работодателям на возмещение недополученных доходов, то есть затраченных на обучение своих работников. Работников вы можете и переобучение происходит, то есть повышение квалификации, либо обучение новой профессии. Каким образом это делается? Делается двумя тоже способами. Первое – если предприятие имеет свое учебное заведение, сертифицированное в соответствии со стандартами, оно имеет право предприятия обучить своих работников на своем предприятии. И за это получает субсидию на возмещение дополученных доходов. Второе направление – это работодатель направляет в Центр занятости заявку. Центр занятости подбирает учебное заведение, заключает соглашение. От работодателя необходимо направить работников предпенсионного возраста в Центр занятости. Формируется группа, которая проводит обучение в соответствии с графиком, которое разработано совместно с учебным заведением. По тем направлениям, которые нужны и выгодны, и востребованы именно данным предпринимателям, предприятиям, хозяйствующим субъектам. Такой механизм обучения прямо на базе предприятий использует группа «Элим» «Иркутская энерго». Для получения субсидий обучающей фирме необходимо одно важное условие – наличие лицензии на образовательную деятельность. Также участие в программе уже принимают местные администрации, «Устилимлифтсервис», Центр помощи семьи и детям, курорт «Русь», охранное предприятие «Ангарам». Сумма, которая потрачена, уже была именно по «Устилимску-Устилимскому району» – это примерно полтора миллиона на обучение. Если говорить по национальному проекту, в этом году предусматривалась сумма на обучение одного гражданина – 68,5 тысяч. Срок обучения – не более трех месяцев. Но у нас с Министерства труда Российской Федерации пришли небольшие изменения на следующий год. Цифры немного поменяются. Были ряд проблемных вопросов, которые они решались, в том числе с возрастным диапазоном. То есть статус предпенсионного возраста, который у нас подтверждает один из участников национального проекта – это пенсионный фонд. То есть с 2020 года и на следующие годы возрастной диапазон будет называться 50+. Есть две категории льготных граждан – это учителя и медики, у которых предпенсионный возраст и пенсионный наступают раньше. Поэтому такие сложности у нас возникали. В связи с этим на уровне Федерации было принято решение и с следующего года возрастной ценз упал до 50 лет. И он так и называется. На следующий год уже обучение граждан в возрасте 50 лет и старше. То есть не предпенсионеров. Не предпенсионных женщин, а мужчин. Да. Клиентская служба ПФР помогает определить предпенсионный возраст. С 1 января 2019 года их подразделениям выдано более 400 справок. Установить свою категорию можно и самостоятельно. По 400-му федеральному закону приложения 6 о страховых пенсиях по специальной таблице. В данном случае главный критерий – это возраст. Ну, кроме лиц, имеющих право на досрочные пенсии. Для досрочников, что главное, которые работают, продолжают работать в соответствующей должности. Вот такой, что группа ИЛИМ касается. Это возраст плюс факт выполнения работы. Для досрочников, которые прекратили работу по специальности, это возраст плюс соблюдение условий по спецстажу. Возраст есть, выработан спецстаж. Для многодетных матерей возраст плюс наличие детей. Допустим, мать пятерых детей, какие условия будут соблюдаться? Достижение возраста необходимо для выхода на пенсию, у нас 50 лет. Плюс наличие пятерых детей. Дальше. Северяне. Для проживающих, это больше всех касается, будет являться статусом предпенсионера, минус 5 лет. Северяне, которые проживают на северной территории, только возраст. А для северян, выехавших, возраст плюс стаж на сегодня. Как было озвучено по поводу медиков, педагогов и творческих работников, соблюдение условий по специальному стажу. По специальному стажу. Ульмина от стажа будет вычленяться 5 лет. В нем, смотрите, что для 2019 года. Возьмем северян. Не будем сейчас общую категорию, у нас она очень мало касается. Да, конечно, уходит у нас по 8 статье, это общеустановленный пенсионный возраст. Но чаще всего северяне. 2019 год. Как считается, в этом году уходят на пенсию граждане, женщины 50 лет старый, возраст пенсионный, до вот этой реформы, плюс 1 год. То есть 51 год в 2019 году. От этого 51 год, а в табличке это зашито, отнимается год. И получается, что в этом году женщины-северяне, начиная с 46 лет, до пенсии, будут предпенсионеры. Мужчины, 55 лет у мужчин был выход на пенсию, плюс год. Смотрим в табличку. 56. 56 минус 5 лет, будет 51. 51 год северяне-мужчины до достижения возраста. На следующий год, 20-й, то же самое. Женщины будет 50 лет, плюс 2 года, 52. Минус 5 лет предпенсионеры. Это 47. На следующий год 40 семей до достижения возраста. Это женщины. А мужчины с 52 и до достижения пенсии. И так каждый год. Обучают и ищущих работу граждан. Таких в этом году 56 человек. Это медперсонал, управляющий, сметное дело, цена образования в строительстве. Отметим один момент. Занятые стипендию не получают. А вот незанятые граждане получают стипендию в размере более 14 тысяч рублей. А суть в том, чтобы человеку дать возможности получить профессию, с которой он будет более уверенно себя дальше чувствовать. Ну и так далее. То есть вот проект демография на это. Чтобы он, уходя на пенсию в более поздний срок, был защищен, имел возможность трудоустроиться. В конце ноября финансирование программы этого года прекращается. Уже формируют группы на следующий. Какие изменения грядут в 2020-м, также рассказал Денис Владимирович. Оплата проезда к месту обучения. Но не более 10 тысяч в обе стороны, включая железнодорожный транспорт. Далее, то есть положительный момент, это оплата суточных в расчете 100 рублей в сутки. Следующий, это проживание в расчете 1100 рублей в сутки, но не более 1100 в сутки. То есть если это месяц, там 30 тысяч и суточная в таком же расчете. В рамках программы профессиональную переподготовку или дополнительное образование за три месяца могут получить и женщины, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Частая практика, когда перед выходом из декрета мамы обновляют свои знания, в 1С бухгалтерии, изучают парикмахерское дело и другие специальности. Хотел призвать всех пригласить, присоединиться, кто не был участником проекта, кто может быть опасался каких-то подводных камней. В принципе, мы все это прошли, уже есть какие-то наработки. То есть можем разъяснить, истолковать, как-то помочь с документами. Поэтому просьба всех поучаствовать в реализации данного проекта. Бесплатное обучение предпенсионеров за счет средств национального проекта – это хорошая возможность найти новую работу, улучшить свое материальное положение, избежать сокращения и потери рабочего места, чувствовать себя уверенно на рынке труда в любых обстоятельствах. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Следственным отделом по городу Устелемску Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. 27 мая 2019 года, находясь на территории ритуального комплекса, расположенного по улице интернационалистов, мужчина, испытывая личную неприязнь, нанес 47-летней индивидуальной предпринимательнице несколько ножевых ранений. Затем он поместил ее в свой автомобиль и проследовал в лесной массив. Там поджег транспортное средство, с находившейся в салоне потерпевшей, скрылся с места преступления. В тот же день пожарные обнаружили на заднем сидении автомобиля сильно обгоревшее тело с ножевыми ранениями. Оперативно установить личность было крайне затруднительно. Руки, ноги и голова отсутствовали. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за убийство. На допросе следователям пояснил, что мотивом преступления стала обида на предпринимательницу, которая выразилась в его адрес нецензурной бранью. В настоящее время прокурорам утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудниками полиции Устелимска зарегистрировано два факта хищения денежных средств банковских счетов граждан. В обоих случаях жертвам обмана на сотовый телефон пришло СМС о том, что их банковская карта заблокирована. Потерпевших ввел в заблуждение тот факт, что номера телефонов, с которых пришли сообщения, начинались с цифр 900. Вместо того, чтобы позвонить в банк по телефону, указанному на самой карте, они набрали номер указанных в сообщении. В беседе с аферистами, которые представились работниками службы безопасности банка, усть-тримцы назвали свои персональные данные, включая трехзначный код, на обратной стороне карты и СМС-пароли. В итоге мошенникам досталось более 55 тысяч рублей. В настоящее время полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По обоим фактам, следственным отделом МВД России Усть-Илимский возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с банковского счета. Максимальная сумма. По обоим фактам, следственным отделом МВД России Усть-Илимский возбуждено уголовное дело По части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Кража, совершенная с банковского счета. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Полиция в очередной раз обращается к горожанам с настоятельной просьбой не сообщать данные своих банковских карт посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками службы безопасности банка. По всем вопросам блокировки или разблокировки карты нужно звонить только на номера телефонов, указанные непосредственно на самой карте. Свой собственный дом – родовое гнездо. Как заманчиво это звучит, не правда ли? Горожане побогаче объединяются и строят целые благоустроенные поселки, но предоставляется земля и для не столь состоятельных жителей, в том числе и семьям с тремя и более детьми. Специальная программа существует уже более 10 лет. За это время получили свой надел под строительство 170 желающих. Как у них обстоят дела и чем помогает город, рассказали специалисты мэрии. Федеральный закон о содействии жилищному строительству принят в 2008 году. По нему льготники, в том числе многодетные семьи, должны были получить свой надел. Проблем вроде нет, земли хватает и по стране, и в нашем городе. Плюс в 80-е годы ее раздавали под частные застройки целыми гектарами. Многие давно заброшены и также передаются желающим. Сегодня в очереди на участке 300 устилинцев. В 2018 году было предоставлено 54 земельных участка. Из них только половина, 40 владельцев обратились к нам за разрешением на строительство. То есть реально из 54-х, 40 обратились за тем, чтобы строить, действительно строить там себе дома и проживать в них. Возникает вопрос, почему отстояв годами в очереди за наделом, выбрав тот, что приглянулся, многие отказываются от строительства. Выяснилось, что приняв самый что ни на есть народный закон о содействии частым застройкам, перед депутатами Государственной Думы, как обычно, встал вопрос, кто будет музыку оплачивать. Исполнение отдали на волю регионов. Те, что побогаче, сдают земельные участки с уже готовыми тепловыми сетями, водопроводом и канализацией. Другие же предлагают строиться чуть ли не в чистом поле. В нашем городе областной центр помогает только со строительством дороги до поселков. Субсидия предоставляется исключительно на дороге. То есть, исключительно на дороге. К сожалению, программы проектирования и строительства сетей, инженерных сетей, в целом, не предусмотрены. Этот вопрос мы направляли и в законодательное собрание, и в правительство Иркутской области, и губернатору о том, что принят областной закон, обязание есть муниципалитета законом, тогда нужно и области подумать, и помочь муниципалитетам осуществить это обязательство и помочь многодетным семьям. Мы сразу априори понимаем, что многодетные семьи – это семьи, которые не могут материально обеспечить себя целиком и полностью строительство жилого дома с подведением сетей. То есть, это ложится на муниципальное образование. Но мы с вами тоже, бюджет у нас дефицитный. Стоимость прокладки одного метра водопроводной трубы и столько же от теплосети оценивается минимум в 25 тысяч рублей. Переводя это в сотни метров и километры инженерных сетей, получаются астрономические для устелемского бюджета суммы. Без федерального или областного центра никак. Впрочем, земной шар крутят оптимисты. Они же и берутся строить дома в чистом поле. Для многих счастливых владельцев земли в Устелимске это не метафора. Дорогами должна была заняться в этом году печально известная фирма, которая выиграла контракт. 12 августа был подписан муниципальный контракт с небезызвестной для вас ООО «Тайм». Хочу сказать, что ни одного листа документации проектной, а уж тем более сметной, понимаете, нам на сегодняшний день не было предоставлено. Срок исполнения стоял по муниципальному контракту 10-го числа. На протяжении этого периода мы с ними, к сожалению, бесконечно работали. Ну, к сожалению, к нашему, что ничего не получили. 11-го срок наступил. 11-го мы вынесли и вручили им, и направили, положено, тремя способами направить им наше решение об одностороннем расторжении этого контракта. Мэрия продолжает биться за то, чтобы предоставленная областью субсидия не сгорела. Специалисты уже готовятся к следующему аукциону. Из хорошего энергетики проводят лэп за свой счет и подключают потребителей всего за 500 рублей. Также в проектах предусмотрено место для тепловых сетей и водопровода. Так что дело за помощью извне. Настойчивости нашей администрации не занимать. А также есть молодые энергичные депутаты от нашего города в ЗАГСобрании. Помощь их была бы очень уместна. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». 53-летняя женщина-инвалид пострадала во время пожара, который возник в ее квартире. Это произошло в минувший четверг около часа дня по улице Наймуш на дом 36. Это бывшее общежитие коридорного типа. Предположительной причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Сама женщина успела выйти в коридор и дождалась помощи. Вскрывать специнструментом пришлось входную дверь в соседнюю квартиру. Огонь грозил прикинуться и туда. О том, как прошла операция по спасению людей, рассказал начальник 51-й пожарно-спасательной части Сергей Анучин. В этот день он отвечал за безопасность и жителей Левобережья. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окна в квартире на втором этаже открытый огонь. Задымление марш лестничных клеток по всем этажам. 12-18 звеном газодомозащитной службы в коридоре второго этажа обнаружена травмированная женщина 1966 года рождения. В результате передано бригадой медиков скорой медицинской помощи и госпитализировано в центральную городскую больницу города Усть-Римска. С диагнозом отравления угарным газом и ожогами различной степени тяжести. Также в результате пожара всего звеньями газодомозащитная служба спасено 37 человек, из них пятеро детей. В результате пожара повреждены домашние вещи на площади 15 квадратных метров, а также сама горящая квартира на площади 25 квадратных метров. Коридор второго этажа закопчен по всей площади. Хочу отметить, весной 2019 года по адресу улицы Наймуша на 36 силами сотрудниками МЧС были проведены профилактические мероприятия с целью проведения структажей по пожарной безопасности и раздаче соответствующих памяток. Также данная квартира была проинструктирована. В эту пятницу в администрации города собралась расширенная комиссия по делам несовершеннолетних, которая подвела итоги операции «Подросток». Она проводилась с мая по середину октября. О своем вкладе в профилактику безнадзорности и правонарушений рассказали представители систем здравоохранения, образования, культуры, центра занятости, соцзащиты и многих других. Подробнее в сюжете. Операция проводится по трем основным направлениям. Летняя занятость, семья, помоги пойти учиться. Главная задача – выявить и оказать помощь несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Во время заседания также обсудили организацию отдыха и трудовую занятость детей. О том, как сотрудничали с центром занятости население, рассказала представитель управления образования. В рамках соглашения между управлением образования и центром занятости было трудоустроено 134 обучающихся разных категорий. Но обращаю еще внимание, что через центр занятости еще 45 подростков были трудоустроены в родничок, да, это курорт Русь. Все эти дети, они выпускники школы вожатых. Это та программа, которую Центр детского творчества реализует уже на протяжении нескольких лет. Та программа, которая очень, ну, очень, дети, которые очень заинтересованы. Особое внимание обращалось на жестокое обращение с детьми. Сигналы принимались по всем линиям, в том числе от врачей детской поликлиники. Несколько ребятишек даже были переданы на время в Центр социальной помощи семье и детям. Один ребенок первого года жизни, 6 месяцев, который проживает в левобережной части города, был изъят из семьи, так как находился в социально опасном положении. На данный момент по разрешению опеки ребенок вернулся в семью. С жестоким обращением зафиксирован один случай, 5 августа. У ребенка на ягодицах были обнаружены следы ушибов, предположительно отремния. А также семья проживает в левобережной части города. В Центре помощи семье и детям вот уже несколько лет работает телефон доверия. Трубку берет дипломированный психолог с большим стажем. Спросить у него совета могут как родители, так и ребятишки. Всего за полгода звонил этот телефон больше 600 раз. Несколько сигналов были более чем тревожны. Поступило 4 ребенка, которые имели телесные повреждения, выявленные в ходе медицинского осмотра. Информация была направлена во все структуры профилактики в установленном сроке. С каждым ребенком проводилась психолого-педагогическая работа, направленная на стабилизацию психоэмоционального состояния. В адрес Центра поступило 4 сообщения от структуры системы профилактики о фактах жестокого обращения. По каждому сообщению, совершенный выход в семью, оказана психологическая помощь. Главная нагрузка в летние каникулы ложится на детские оздоровительные лагеря. Всего в них отдохнуло больше 3000 ребят. С теми, кто оставался в городе, продолжали заниматься в Центре детского творчества, библиотеках, дворцах культуры. Не покладая рук, трудились специалисты и волонтеры из отдела по делам молодежной политики. Работали одновременно три команды в разных дворах города. Всего охвачена 131 дворовая территория, из них 88 дворов в правобережной части города и 43 двора в левобережной части города. Мероприятием проекта охвачено около 2000 детей и подростков. Управление также подведомственным учреждением дирекции спортивных сооружений города Устилимска трудоустроено 16 подростков в качестве спорта, инструкторов и игротехников. Также в летний период были проведены массовые мероприятия. Это велогонка «Атлетический кросс», посвященный Дню России и Дню города. Прошло 12 июня, участие приняли 150 детей и подростков. Мероприятие посвящено празднованию Дню молодежи, который пришел 26 июня. Городской фестиваль «Безопасное детство» совместно с управлением образования, которое пришло 10 июля, приняли участие 80 детей. Около 300 детей были задержаны, а их родители привлечены к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Главной заботой стало несколько девятиклассников, которые провалили и выпускные экзамены, и пересдачу. Несколько из них были трудоустроены, а двое достигли к этому времени совершеннолетия и, имея все права на самоопределение, пустились в свободное плавание по жизни. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». День памяти ЖРДТП ежегодно проводится в ноябре. Это международное скорбное событие, прежде всего, напоминание, что дорога требует предельного внимания и осторожности. Противостояние дорожно-транспортному травматизму – задача всего общества в целом. Силами одной лишь госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Сотрудники ГАИ вместе с устилимскими школьниками вручали горожанам белых ангелов и памятки с правилами ПДД. Цель Всемирного дня заключается не только в том, чтобы в очередной раз напомнить всем участникам движения безопасности, но и почтить память погибших в ДТП и выразить соболезнования членам их семей. Мы смотрели программу «Северный город». Я и мои коллеги прощаемся с вами. До встречи в следующем эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok